Слава Богу! Братья и сестры, мы уже сегодня много слышали. Сестричка передо мной говорила стихотворение, и несколько раз повторила. У кого есть уши, чтобы слышать, то слушайте, да? У кого есть уши, слышать, слушайте. Очень важно, когда наше сердце открыто к Слову Божьему, которое мы слышим. И, знаете, находясь здесь, нам хорошо, когда мы видим все вокруг нас прекрасно, да? Весна начинается, все распускается, расцветает, травка зеленеет. И написано, когда вы увидите, что деревья, да, уже становятся мягкими, пускают почки, вы знаете, что близко лето, да? Близко лето. Хотя еще погода вроде бы суровая бывает. В Миннесоте снегом завалило, да. И мы думаем, когда же эта зима уйдет? Но все равно, когда мы видим, что деревья уже распускаются, мы знаем, что не зима приходит, приходит лето. Так же? Слава Богу! И мы благодарим Бога. Благодарим Бога за то, что Богу становится верен. Знаете, мы должны за все благодарить Бога. Как-то я слышал, один жаловался, вот у меня этого нету, у меня машины хорошие нету, у меня работы нету хорошей, зарплаты хорошей нету, у меня и то не так, и то не так, и это, но не так, как у других. Одному человеку, он говорит, «Знаешь, ты благодари Бога за то, что у тебя есть, за то, что есть у тебя. Многие люди не имеют того, что ты имеешь, и они благодарны Богу, они благодарят Бога за то, что ты не имеешь. За то, что ты имеешь, они не имеют, и они благодарят Бога. Я слышал свидетельство одного брата, он румынцем, и он свидетельствовал именно о своей жизни. Он лишился обоих рук, попал под высокое напряжение электричества, и обгорели руки у него, и ему ампутировали, и остался без рук в детстве. В детском возрасте он остался без рук, и он уже свидетельствует это свидетельство, у него уже семья, у него уже свои дети. И он говорил, что когда это произошло, и он увидел себя в госпитале без обоих рук, когда пришел уже в себя после операции, и он сказал, Господи, почему, почему это, как я буду жить без рук, как я буду жить мою жизнь без рук? И говорит, я задавал этот вопрос Богу 19 лет. До того времени, когда Бог позаботился и дал ему руки, другим образом, он подготовил одну молодую сестру, проводил с ней особенную работу, и она согласилась выйти из-за него замуж. Этим самым Бог вернул ему руки. Конечно, ей было это нелегко, было очень тяжело. И он говорил людям, говорит, представьте себе, представьте себе, или попробуйте хоть один день прожить, не используя свои руки. Можете вы представить, хоть один день прожить, не используя свои руки. И я подумал, это невозможно. Ну, вроде бы, мы иногда не ценим наши руки, да, самое такое обычное, к чему мы привыкли. И мы его не ценим. Но, представьте, вы без рук, хоть один день проживите, не используя свои руки. Говорит, это тебе и кушать подадут, да, но ты не можешь кушать, пока тебе кто-то не положит это в рот. Ты не можешь себя обойти, ты не можешь абсолютно ничего сделать. И мы иногда не заботимся, так легкомысленно, иногда ропшим и говорим, у нас то не так, и то не так, и то не так, и то не так. Но когда мы оценим то, что у нас есть, даже самое простое, что мы здоровые. Мы абсолютно здоровые. У нас есть руки, у нас есть ноги, у нас есть глаза. У нас все есть. И мы иногда не благодарны, иногда мы ропщим, иногда мы перед Богом высказываем свои недовольствия, знаете, поэтому, когда мы встречаемся с такими ситуациями, когда видим, что люди действительно в таких ситуациях, и этот человек свидетельствовал о своей жизни, и знаете, он благодарил Бога за свою судьбу, он благодарил Бога, он благодарил, говорил, Бог меня не оставил в этой жизни, Бог не оставил, Бог подарил жизнь, Бог дал семью, Бог дал детей, Бог все посылал в жизни, и очень важно, чтобы мы в жизни оставались благодарными Богу, а самое большее, Бог позаботился о нашем спасении, и это есть очень большое. Мы сегодня уже слышали, Руслан напоминал именно сегодняшний день этого въезда Иисуса Христа в Иерусалим, это последнее посещение Его Иерусалима. Перед этим он имел встречу с Закхеем, этим человеком, уже перед самым въездом в Иерусалим за короткое время, он имел встречу с этим человеком, Закхеем, который был грешник, который не знал истины Божьей, он был мытарем, он был грешником, человек, который не служил Богу, не знал Его путей. Иисус Христос обратил на него внимание, он знал этого человека, он знал, что этот человек, он нуждается в спасении, он знал, что этот человек готов принять жизнь вечную, он знал, что этот человек готов его встретить. И когда Иисус проходил через Ерехон, он направлялся в Иерусалим, он встретил этого человека, он увидел, что идет Иисус, и он не мог его видеть. Он выбежал наперед, взлез на эту смоковницу, чтобы увидеть Иисуса. Иисус его увидел, он знал его сердце и говорит, сходи, мне сегодня надо быть в твоем доме, сегодня я должен быть в твоем доме. И он с радостью принял этого спасителя Иисуса Христа, он с радостью принял, приготовил Ему угощение, открыл Ему свой дом, а самое большее, он открыл для него свое сердце. Он открыл свое сердце, и люди, которые окружающие, они видели, они знали этого человека, что он грешный, они знали его, каким он был вчера, но они не знали его, каким он сегодня. И они его осуждали, говорят, если бы он знал, если бы он знал, это грешный человек, он зашел к нему, и он с ним проводит время. Иисус Христос говорит, что нездоровые нуждаются во враче, но больные. Я пришел спасти неправедников, я пришел спасти грешников. Иисус Христос пришел, чтобы спасти народ. Он пришел спасти Израиля. Но как мы слышали, Луки, 19 глава, повествует, я не буду все подробно читать. Когда пришел этот момент, Иисус входил в Иерусалим, Он входил в Иерусалим, все слово, все пророчество, которое было о Нем сказано, оно исполнилось. Он въезжал как царь, Он был открытым. Последнюю неделю Он говорил, Он был открытым. Он говорил и не скрывал, что Он есть Тот, Который пришел спасти. Он нашел этого осла, сел на него, и Он въезжал в Иерусалим. Да, Он не въезжал как царь, обычно на коне, на белом коне. Он был смиренным и кротким. Он нашел этого осла, Он входил в этот Иерусалим. Эти люди, которые встречали, дети, они встречали, кричали, «Оссана, благословен, грядущий во имя Господне, царь Израилев! Народ, к тебе идет царь! Иерусалим, к тебе идет царь!» Но они не узнали в Нем царя. Они не узнали в Нем царя. И пред этим было сказано... Мы видим фарисеи, эти законники, те, которые должны были встретить Его. Они говорят, некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему, «Учитель, запрети ученикам Твоим!» Но Он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, камни возупьют!» И когда Он приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем. И Иисус Христос, царь Израиля, творец Его, Он заплакал, смотря на Иерусалим. Почему Он заплакал? Почему Он плакал? И дальше Он говорит... И сказал, «Ой, если бы ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих тебе, и не останется в тебе камня на камне за то, что ты не узнал время посещения твоего, за то, что ты не узнал времени посещения твоего, за то, что ты не был готов встретить твоего царя, за то, что ты не был готов встретить твоего спасителя, ты погибнешь, ты будешь разрушен, ты пойдешь в плен за то, что ты не узнал время посещения твоего, за то, что ты не узнал день твоего спасения, за то, что ты не принял царя царей, придет на тебя это время опустошения, за то, что ты не узнал времени твоего посещения». Когда-то через Иова Бог говорил такие слова, что Бог говорит человеку однажды, если это не слушать второй раз, если это не поймут в третий раз. Три раза Бог говорит человеку, Бог напоминает и говорит, и стучит к его сердцу несколько раз. Говорит, это твое время, это твое время. Я слышал свидетельство одного человека, который покаялся, который был в этом мире и занимал большое положение, но он не знал Бога. И Бог стучался к его сердцу. Несколько раз он был в смертельной опасности, несколько раз в него стреляли, он оставался живым. Его друзья говорят, ты счастливец, ты в рубашке родился, но Бог постучал его сердце и сказал, последний раз я говорю тебе, и этот стук больше не повторится в твоей жизни. Это твой последний шанс, больше не будет у тебя шанса. Это в последний раз я стучу в твое сердце. Если ты сегодня не услышишь голоса, ты погибнешь. Братья и сестры, сегодня я хочу сказать каждому из нас, Бог готовит каждого из нас. И Бог дает каждому из нас шансы в нашей жизни, чтобы сделать важное решение, принять Иисуса Христа в свое сердце. Я вспоминаю то время, когда Бог готовил народ израильский для встречи с Богом. Помните, это в исходе написано, я напомню это место, когда Моисей вывел народ израильский с Египта, и они шли по пустыне. Прошло три месяца ихнего пути. Они встречались с большими сложностями. Они были в Рифадиме, где роптали, где Бог дал им воду, где амеликитяне пришли воевать с ними. Они видели Божью защиту. И вот они пришли к горе Синаю. Это гора Божия. И Бог пришел к ним. И Бог говорит народу Израиля, и Бог говорит Моисею, Бог говорил Моисею, чтобы он приготовил народ к встрече. И сказал Господь Моисею. Это 19 глава, 10 стих. И сказал Господь Моисею, пойди к народу, освети его сегодня и завтра, и пусть вымоет одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подножию его. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смертью. Бог сказал Моисею, приди, иди и приготовь народ, приготовь народ к встрече. Бог решил сам лично встретиться с народом Божьим, с народом Израильским. Бог сам лично решил говорить к народу. Но Он говорит, для того, чтобы я мог говорить к этому народу, Моисей, иди и приготовь этот народ, приготовь его, освети его, приготовь, пусть вымоет одежды, пусть приготовится к третьему дню, потому что через три дня я приду на эту гору и буду говорить к этому народу. И так случилось, братья и сестры, так случилось. Моисей это сделал, Моисей позаботился, но прежде, чем приготовит народ, Моисея Бог приготовил. Бог приготовил Моисея для того, чтобы он мог находиться в присутствии Божьем. Бог работал над Моисеем долгие годы. Сорок лет Бог работал над этим человеком в пустыне, когда он пас овец. Бог готовил для того, чтобы этот муж мог сделать, исполнить волю Божью. И в этот день, через три месяца этого пути, Бог говорит, приготовь народ, я хочу с ними говорить. И мы видим, действительно, и вывел, 17 стих, и вывел Моисей народ из стана встретению Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Представьте это событие, представьте вот это все, что происходило. Моисей вывел этот народ, народ стоял вокруг горы. Эта гора, что-то с ней происходило, она дымила, огонь был, она сильно колебалась. Моисей говорил, из этой горы этот народ слышал голос, говорящий, они слышали этот голос, они его понимали, и они очень сильно убоялись. И мы знаем, что Бог с этой горы, Он сказал народу израильскому, Он произнес десять заповедей с этой горы. И здесь дальше говорится, «Изрек Бог все слова сии говоря». Я все не буду читать. «Изрек Бог все слова говоря». И здесь перечисляется все эти десять заповедей в двадцатой главе, исход, где Бог передал народу своему, все эти заповеди вслух народа Божьего. Они слышали все эти заповеди. Нет, Моисея, они слышали от самого Бога, который говорил, передавал народу израильскому и народу боялся. Они сказали Моисею, «Мы боимся, ты говоришь Богом, а мы будем слушать тебя, мы будем слушать, мы боимся, чтобы нам не умереть». Они были в присутствии Божьем. Они были в Божьем присутствии, были в страхе. И Бог передал все эти заповеди. И Он сказал Моисею, «Ты войди, подымись ко мне на эту гору, и я напишу тебе все эти заповеди на скрижалях». Бог знал, что эти слова, которые Бог им передало, не скоро забудут. Говорит, «Я напишу тебе, чтобы это был закон для народа Божьего, и Бог это сделал». Но что меня удивляет, после того, как они слышали голос Божий, прошло 40 дней, Моисей поднялся на гору, где Бог дал ему закон, где Бог дал ему все постановления, тщательный закон, Бог дал ему все постановления и повеления об устройстве, скинье, все детали, Бог передал Моисею, и для этого потребовалось 40 дней. И за эти 40 дней народ израильский все забыл. Народ израильский все забыл. Они сказали Арону, «Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, потому что с этим человеком мы не знаем, что случилось. 40 дней его уже нету. Сделай нам Бога!» И мы знаем, что Арон так сделал, и они поклонились этому истукану, и Бог разгневался на них за это. Почему? Потому что они, видя Бога, слыша Его голос, они уклонились от Бога. Уклонились. Братья и сестры, прошло время. Прошло время. И Бог решил послать Сына Своего, Иисуса Христа, на землю. И мы знаем, я напомню, это место, это Луки написано, когда должно было родиться Иисусу Христу, перед этим ангел явился Захарии. И здесь говорится в первой главе Евангелии Луки, с 15 стихка, прочитаем и ниже, «Ибо Он будет велик пред Господом». Это говорится об Иоанне, об Иоанне Крестителе, который так же, как Моисей, готовил народы израильские встречи с Богом. Иоанн Креститель, Он исполнял ту же миссию, Он был послан для того, чтобы приготовить народ израильский встречи Мессии, встречи Спасителя. И здесь, говорит, Он будет великий пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от шрева Матери Своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предойдет перед Ним Духи и Силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный, приготовленный. Это человек Божий Иоанн, креститель, он исполнял ту же миссию, которую давно когда-то исполнял Моисей. Он готовил народ израильский встречи с Богом. В этой ситуации Иоанн, креститель, он готовил народ к тому, чтобы они, их сердца были приготовлены встречить Мессию, встретить царя царей, встретить того, которого Бог приготовил для того, чтобы он пришел спасти народ израильский. И мы знаем, что он действительно стал этим человеком. Мы знаем, дальше пишется в третьей главе. И он приходит, проходит по всей окрестности Иорданской проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге пророка Исаия, который говорит «Глаз вопиющий пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий долг да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божьей». Иоанн Креститель пришел, и он исполнял то повеление, ту миссию, на которую Бог его послал. Он был исполнен Духа Святого, и он проповедовал и говорил «Приготовьте ваши сердца, приготовьте путь Господу, приготовьте ваши сердца, принять его, он придет, вот он идет, я пришел для того, чтобы приготовить вам, чтобы сказать вам, что вот он грядет за мною, говорит, идущий за мною, он тот, который должен прийти, я, говорит, недостоин развязать ремень обуви его, он тот, которого Бог послал, Иоанн это делал, он старался всеми силами приготовить народ к встрече с Иисусом Христом, и вот Иисус пришел, он пришел, он начал проповедовать, людям нравилось то, что он делал, людям нравилось, когда он исцелял, людям нравилось, когда он кормил их, людям нравилось, когда он освобождал от нечистых духов, людям нравилось, когда он освобождал их, три с половиной года, они видели его дела, они видели его, но я уже читал об этом, пришел конец его служения, он приближается к Иерусалиму, он знал, что его ожидает, и он видит, что народ его не принял, он его не принял, он не был готов принять Мессию, некоторые приняли, конечно, ученики те, которые были с Иисусом, они были готовы, и то Иисус Христос над ними работал очень долго, он говорил им, возвещал, и они впоследствии понесли эту весь спасение, но Израиль, он не узнал своего Мессию, он не узнал его, и поэтому дом их остается пуст, как сказал Иисус Христос до сегодняшнего дня, они не приняли Мессию, они ожидают Мессии, они остаются в ожидании Мессии, братья и сестры, и мы знаем, Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос, Он скоро опять придет, Он скоро опять придет, Он скоро опять придет, и Слово Божие говорит нам, чтобы мы были готовы, это Слово было обращено когда-то к народу израильскому через Моисея, и Иоанн говорил, сегодня к нам обращается это Слово, чтобы мы были готовы встретить Его, Евреям написано 9 глава, последний стих, так и Христос однажды, принесший Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих Его во спасение, Он скоро придет, Он снова явится, но Он явится не для того, чтобы снова страдать, Он придет для тех, которые ожидают Его, Он придет для ожидающих Его во спасение, Братья и сестры, сегодня многие знают об Иисусе Христе, мы живем в стране, в которой большая часть людей знают об Иисусе Христе, они знают Его, но готовы ли встречать Иисуса Христа, готовы ли сегодня встречать Господа, Я читаю место, которое записано в Откровении 1 глава, где Иоанн говорит такое Слово, с самого начала буду читать Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре, И он показал, послал он и через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствуя Слово Божие, свидетельствуя Иисуса, что он видел, блажен читающий, слушающий слова пророчества этого, И заметьте, соблюдающий, написанные в Нем, ибо время близко, блажен читающий, слушающий и соблюдающий написанные в книге сей, ибо время близко, время близко. Иоанн 7 церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от Того, Который есть и был и идет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и умывшему нас от грехов наших кровью Своею, И соделавшему нас царями и священниками Богу, и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. «Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные, да и аминь. Я алфа и омега, начало и конец, — говорит Господь, Который есть и был и идет Вседержитель». Слава нашему Господу! Братья и сестры, мы, это Слово сегодня обращено к каждому слушающему Слову Божию, к каждому из нас. Слово Божие сегодня говорит ко мне. «Оно обращено сегодня ко мне со всей строгостью». И Иоанн говорит, «Блаженны те, которые слушают». Да, мы все блаженны с вами, потому что мы имеем возможность слушать Слово Божие, мы блаженны. Оно обращено к нам, мы имеем шанс, мы имеем возможность, это Слово обращено к нам. Сегодня многие люди не слышали Слово Божьего, не слышали, не имели возможности слышать это Слово Божие. Сегодня это Слово, оно распространяется по всей Вселенной. Написано, «И когда будет проповеданность в ее Евангелии по всему лицу земли, тогда придет конец». Сегодня блажен ты, потому что ты сегодня слушаешь Слово Божие. Блаженны соблюдающие написанное пророчество книги этой. Блажен тот, который слушает, но блажен, который и соблюдает. Тот, который соблюдает написанное. Это немножко труднее сделать. Слушать это все слушают, братья и сестры. Все сегодня слышат это Слово Божие. Но Слово Божие говорит, блажен соблюдающий написанное в книге этой. Ибо время близко. Время близко. Братья и сестры, мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. И Он скоро придет. Он скоро придет. И Слово Божие говорит, и поэтому, и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Придет Сын Человеческий. И я сегодня хочу сказать, многие не были готовы. Народ израильский. Моисей старался, он готовил. Он прилагал усилия, чтобы приготовить этот народ. Но вы знаете, в его сердце еще оставался Египет. В сердце народа израильского они вышли с Египта. Но Египет оставался в ихнем сердце. И это была большая пагуба для него. Они видели Бога. Они слышали Его голос. Прошло короткое время. Они изменили Ему. Они сделали идолов. Они поклонялись Ему. Братья и сестры, народ израильский ожидал Мессию. Иоанн проповедовал. Он готовил сам Сын Божий три с половиной года. Возвещал. Говорит, приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Этот голос звучал три с половиной года. Многие, конечно, приняли. Но в основном Израиль не принял, не принял Иисуса Христа как Мессию. Отвергли. И поэтому они пострадали. Братья и сестры, сегодня это слово, оно обращается к каждому из нас. И я знаю, что оно обращается ко мне. И сегодня очень важно, чтобы нам быть не только слушающими, но и исполняющими Слово книги, пророчества этого. Слово спасения, которое говорит каждому из нас. И те, которые приняли, написано. Он дал им власть называться и быть детьми Божьими. Те, которые приняли Слово Божие, это каждый из нас имеет право называться и быть детьми Божьими. Да благословит Бог сегодня каждому из нас. Братья и сестры, мы сегодня в преддверии большого праздника, который будет отмечать весь мир. Это праздник Пасхи. Это праздник, когда Артур говорит, это Good Friday, да? Это был хороший день для человечества. Хотя он был очень тяжелым и страшным днем для Сына Божьего, который должен был страдать, который должен был претерпеть страдания ради нас, ради нашего спасения. Но это хороший день для каждого из нас. Это день спасения для Тебя. Это день спасения для меня. Когда мы веру и принимаем Иисуса Христа, Сына Божьего. Каждый принимающий имеет жизнь вечную. Но, братья и сестры, те, которые не принимают, этот день для них очень страшный. Это день осуждения. Это день погибели. Это день тот, о котором говорил Иисус Христос. Если бы ты в этот день, в этот день, когда Сын Человеческий будет страдать за Тебя, если бы в этот день ты узнал время посещения, если бы ты узнал, но это сокрыто от глаз Твоих. Братья и сестры, это день спасения для каждого из нас. Это день встречи с Господом. Сегодня это спасение возвещено каждому человеку. Но каждый лично должен принять Иисуса Христа в свое сердце, как это сделал Закхей. Открыл свое сердце. И Христос сказал, сегодня пришло спасение дому этому. И сегодня это спасение, оно открыто для каждого человека. Мы можем слышать о спасении многие годы. Мы можем слышать о спасении, об этой жертве. Но если наше сердце будет закрыто и не готово принять спасение царя царей, в наше сердце, этот день для нас не будет благословенным. Он не будет для нас иметь пользы. Сегодня каждому я хочу сказать, хотя мы посещаем Дом Божий, хотя мы приходим и что-то делаем, очень важно, чтобы наше сердце, оно было готово к встрече нашего Господа. Потому что Он скоро придет. И знаете, Слово Божие говорит, посмотрите на окружающие вас события. Посмотрите, все идет своему концу. Посмотрите, все идет тому, что вот скоро придет Иисус Христос. Скоро откроется этот человек греха, сын погибели. Но для вас сегодня этот голос, Иисус Христос, скоро придет. Вот поэтому, да благословит Господь, каждого из нас. Мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы, каждый из нас, проверили наше сердце, проверили наши отношения личные с Богом. В нашей личной отношении я слышу голос Божий, я слышу это слово. В каком я сегодня отношении с Богом? Готовлю я сегодня сказать, Господи, гряди, гряди, Господи Иисусе, как написано в Откровении, гряди, Господи Иисусе. Поэтому Слово Божие я еще читаю в последнее место, и мы будем молиться Господу. И сказал мне, то последняя книга Откровения, 22-й, 10-й стих, не запечатывая слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Вот иду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Алфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякие делающие, любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я из корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорит, приди. И слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Слава нашему Богу! Сегодня мы имеем эту воду живую, которую предлагает Иисус Христос даром. Сегодня каждый из нас имеет эту возможность, а завтра не в нашей власти. Поэтому, если Бог сегодня зовет тебя, если Он говорит твоему сердцу, не проигнорируй. Ответ на Его голос. Сегодня, может быть, Он третий раз стучит в твое сердце, и, может быть, четвертого не будет. Поэтому, пускай Бог благоцветит. Если Бог сегодня стучит в чье-то сердце, ответьте на этот голос. Пускай Бог благоцветит. Мы будем склоняться перед нашим Богом, благодарить Бога за Его милость, за Его спасение, за Его благодать, за открытую дверь спасения, за то, что Он сегодня говорит к нашим сердцам слова милосердия, слова спасения, слова благодати. Да благоцветит Бог! Мы склоняемся, будем благодарить Бога. Пускай Богу благословит.